Смотрите, какую милоту я встретила. Приехали мои малыши еще одни. Сейчас-то моя подруга привезла. Такие, говорят, даже не пикнули за ночь ни разу. Зайки такие. Боже мой, такие зайки. Привет, а я что-то вам ничего не взяла сейчас. Мне, как всегда, это все не очень ожиданно. И Валера еще под тех, кто посумов не готов, поэтому поеду к Марине опять за клеткой. Ой, ты зайка, ты зайка такой. Вы такие хорошие. Ой, у вас гнездышко хорошее. Ой, эти, господи, крупнее, конечно, моих. Но я предполагаю, что морфники, в принципе, помельче. Такие пушистики хорошие. Поедем сейчас с вам за домиком, потому что у вас вообще будут офигенные хоромы. Ой, ну вообще, такие хорошие. У тебя сегодня злойка. Ой, такой, ой. Не крякает, вообще ничего не боится. Мордашки такие. Домик такой милый, не вообще. Ладно, оставлю под домиком. Ой, класс. Я уже очень рада. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас опять пополнение. Вот такие молодцы ко мне приехали из Москвы. Сейчас я покажу. Ну, вы уже видите, что это сахарные посумы. Они из стандартного окраса. Я подготовила под них клетку. Точнее, как подготовила, они приехали. Я, как всегда, поехала в залком. И, как всегда, они меня выручили клеткой. Я, да, не подготовилась. Давно речь шла про ягодные этих посумов, но продавец там, в обстоятельствах пропадал из интернета. И, в общем, пока она появилась, не была я готова к этому. Но клетка, кстати, мне очень нравится. Я сейчас попробую с этими посумами. Если, потому что по размерам, она, в принципе, подходит для двоих посумов вполне. И если им будет там комфортнее, мне будет, кстати, комфортно. Потому что они довольно продуманные. Клета, кстати, не пугает. Вот. Я, возможно, этим посумам какую-то куплетку не буду ни хитринестировать. Сейчас будем их высаживать. У тебя. Эти посумы выглядят как нормалы. Но, на самом деле, они, возможно, не обычные нормалы. Я, когда завела себе белых посумов, мне немножко подстегнули и сказали, что в России уже продаются такие же белые посумы, тем по той же цене, что и в Европе. И я начала рыть все форумы. Проверять всю информацию. В общем, писать всем... Писать в группу ВКонтакте, узнавать, кто где чего видел. И в итоге, собственно, никто, естественно, ничего не видел в продаже в России. Точнее, где-то что-то видели, но конкретно ничего не знают. Вот. И наткнулась на девушку, которая сказала, что у нее в продаже через месяц будут посумы, которые один раз приносили белого малыша. К сожалению, малыш не выжил, потому что посумы были у предыдущих хозяев в плохом состоянии. Они неправильно их кормили, неправильно за ними ухаживали. Поэтому, естественно, малыш родился слабый, умер. А от посумов они решили избавиться. И эта девушка забрала их себе на реабилитацию. Вот. И так как оставить у себя она их не могла по семейным обстоятельствам, она мне их предложила. Потому что, собственно, по этому делу, много кто их хотел. Но учитывая, что у меня уже есть белые посумы, логичнее всего отдать их мне. Вот. И я их приобрела. Вот они наконец-таки до меня доехали. Я не уверена, что что-то из этой затеи получится, но почему бы нет. Сейчас она просит, чтобы они жили пока еще вместе. Но потом, скорее всего, я буду разделять. То есть, наоборот, своего самца сажать к этой самке, а этого самца сажать к той самке. Потому что так, во-первых, больше шансов получить белых. Они сказали, что эти гетерозигонные. Но от белого с гетом больше шансов, естественно, сразу на выходе получить белых. Это во-первых. Но это если учитывать, что они действительно одной линии. Что там был белый не альбинос. Что это одна и та же линия лиуцизма. Но это надо проверять. Это если это учитывая, то будет прикольно. Плюс разбавление крови. Я не знаю, у моей пары в каком там поколении, там, брат, сестра или нет. А это мои точно не родственники. Она сказала, что цемец прям ручной. Он быстро привыкнет ко мне. Самка более диковатая. Они, кстати, намного крупнее моих. Я не знаю, с чем это связано. Либо с возрастом. Они явно старше. Либо это связано с тем, что морфинги, в принципе, мельче. Домик, естественно, я им оставлю их. Малыши. Они, кстати, тоже очень спокойные и не ругаются. Мне на удивление везет на постсовах вторая пара постсов, которые совсем не ругаются. Ай! Я попробую на зуб. А в той паре у меня контакт наиболее самка. А в этой паре контактный самец. Идеально. В общем, домик я им этот оставлю. И так будет проще освоиться. Здесь мне тоже Марина подарила домик. Ее постсовы уже им не пользуются. Попробую, может, этим будет пользоваться. А вот такие еще интересные штуки. Не верно, что они будут этим пользоваться. Но я поставила. Это жердочки для птичек. Здесь, ну, в общем, привет, про текст. Может, потом, если кому интересно, отдельно расскажу. Вот, сейчас поставим. Этот домик будет стоять на полу. Я еще не знаю, как здесь будет дело обстоять с полом. Оставить субстрат такой или, может быть, постелить пеленку. По идее, у них не должно возникать дискомфорт при ходьбе по решетке. Но посмотрим. Если будет возникать еще какой-то дискомфорт, то тогда постелим пеленку. Тем более, вот этими поилками Марина мне сказала, хорошо фиксируется. Вообще, конечно, здесь классно сделано. Здесь такие крыши, можно сказать, над водой, над едой. Возможно, конечно, я воду буду отдельно вешать им другую. А здесь будут чисто мисочки для еды, потому что мне показалось, что малое место для еды. Но посмотрим, как они будут кушать. Ладно, сейчас мы их оставим в покое. Подождем, пока они освоятся. Дальше я уже буду смотреть, как вообще им эта клетка подходит или не подходит. Но мне лично она очень нравится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok